Сибирь прервала серию из четырех поражений. В Уфе наша команда в напряженном матче обыграла Салават Юлаев в серии буллитов. Для команды эта победа была важна не только в турнирах, но и в психологическом плане. Потому как играли против прямого конкурента. И этот матч был заключительным выездным в регулярном чемпионате. Подробнее Михаил Якимов. Еще до начала встречи все ожидали, что два прямых конкурента выдадут напряженную игру. Так и получилось. Команды на старте обменялись атаками. Потом хозяева стали больше контролировать шайбу и действовать немного активнее. Первый же бросок, который заблокировал защитник Сибири Тимур Ахияров, оказался для него травматичным. Шайба угодила в ухо и пришлось накладывать швы. Но сразу, как получил помощь, хоккеист вернулся на лед. И несмотря на то, что сибиряки играли вторым номером, именно они открыли счет в матче. Валентин Пьянов отличился на десятой минуте. Больше оборонялись, да, период. Хороший соперник, мне кажется, довольно-таки равная игра. Все говорят желанием сделать как можно лучше. И где-то перехлестывает это, и где-то клюшка застревает, сами ошибаемся от переизбытка желания. Пьянов забросил шайбу в равных составах. А вот уфимцам как раз помогли ошибки сибиряков. Хозяева воспользовались численным преимуществом. В концовке первого периода сразу два игрока Сибири оказались на скамейке штрафников. И больше минуты команды играли в формате 5 на 3. Под завершение большинства отличился Шакир Мухамадуллин, который сравнял счет. Ну, начинаем давить, забирать инициативу, да. И после каждого удаления команда соперника начинает чувствовать себя увереннее. Поэтому нужно играть дисциплинированно и также агрессивно. Во втором-третьем периодах и овертайме счет не изменился. Была упорная борьба, довольно много бросков по воротам, которые хоккеисты обеих команд активно блокировали. Спасали и вратари. Илья Ижов у Салавата и Денис Костин у Сибири отразили по 28 бросков в створ. Ну, а в серии буллитов наш Александр Шаров и нападающий уфимцев Иван Дроздов устроили настоящую дуэль. Александр самым первым вышел к шайбе и сразу же забил. А вот самый последний бросок в серии выполнял Иван. Он сравнял счет и буллитная серия продолжилась, что называется, до первой пропущенной шайбы. Дроздов остался на льду и опять забил. И вывел свою команду вперед. Спасать Сибири от поражения вышел Шаров и справился с задачей. Затем Иван Дроздов выполнил третью попытку подряд и она оказалась неудачной. А вот Шаров опять точен. 2-1 победа Сибири в серии буллитов. Сегодня благодарим парням. Меньшинство у нас очень прилично работало. Второй период практически полпериода провели в меньшинстве. И выстояли все-таки. Важные моменты были. Хорошо, что такая трудовая победа. Надеюсь, она нам поможет сейчас в последних трех матчах. Последние три матча регулярки Сибирь проведет дома. Сперва 22 февраля встретится с Борисом. Затем еще раз сыграет с Салатом Юлаевым 24 февраля. И последний матч перед плей-офф против автомобилиста 26 числа. Прямые трансляции всех игр смотрите на нашем канале. Победы на домашней площадке добились волейболисты Локомотива. Железнодорожники в четырех партиях взяли верх над Югрой Самоатлор. Новосибирцы отдали сопернику лишь второй сет и топ при игре на больше-меньше. 24-26. Остальные партии остались за Локомотивом за явным преимуществом. Отмечу, в этом матче впервые в сезоне на площадку вышел Алексей Родичев. Доигровщик до сих пор проходит восстановление после травмы и операции. Потому он играл не на привычной для себя позиции, а как либера. Матч против Югры Самоатлор стал для железнодорожников последним домашним этой зимой. Следующий раз при своих болельщиках Локомотив сыграет 4 марта. Впереди у команды игра в Нижнем Новгороде против АСК. Она пройдет 25 февраля. Баскетбольные клубы региона на выходных, увы, потерпели поражение. Девушки из Динамо уступили соперницам из Красноярского Енисея, тем самым практически лишившись шансов зацепиться за плывов. Мужская команда Новосибирск идет в восьмерки, но вот дома не смогла справиться с лидерами своего чемпионата. Сначала они уступили Уралмашу об этом матчем и подробно рассказывали на прошлой неделе. А на выходных проиграли темп Сумс у ГМК. Причем по ходу встречи хозяева имели двузначное преимущество в счете. Очень неприятно дома проигрывать, когда ведешь 15 очков и эту игру проигрываешь. Наступаешь, собственно говоря, на те же грабли, которые в нашей игре случаются. Это и проблемы против прессинга, когда мы играем на падении. Это и проблемы на подборе. Гости ответили рывком 13-0 на старте третьей четверти. Игра перешла в стадию качелей. Вперед выходила то одна, то другая команда. За две с половиной минуты до сирены преимущество новосибирцев составляло 6 очков. Но за оставшееся время хозяева смогли набрать лишь один балл с линии штрафных. Гости же перехватили инициативу и смогли вырвать победу в своей последней атаке. Итог встречи 76-79. Два поражения подряд опустили Новосибирск на шестую строчку в турнирной таблице. Впереди у команды выезды и встречи с прямыми конкурентами. Динамо из Владивостока и Иркута. Игры пройдут 27 февраля и 2 марта. Об их результатах мы обязательно расскажем в выпусках нашей программы. А на сегодня это все новости новосибирского спорта. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok